Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И пора достать с пыльной полки мою авторскую колоду Тарумопсов, которую я сама лично изготовила. Пора снова ее вам продемонстрировать. А вдруг вы забыли, что она у меня есть? И тема, кто в вас влюблен? Кто же в вас влюблен? У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Первая карта покажет вас сегодня. Кто вы сегодня в вашей личной жизни, в вашей любовной ситуации. А дальше будем смотреть, а кто же в вас влюблен? Вот вы прямо по изображению карты сейчас будете ориентироваться. Какая позиция ваша? Ну и так же камушками украсим. Итак, первая позиция – влюбленные. Вторая позиция – паш жезлов. И третья позиция – умеренность. Вот вам нужно выбрать, кто из этих персонажей на картах. Вы. А может быть, вы соответствуете двум или трем картам. Все равно смотрите. Итак, первая позиция у нас будет с вами Амазонит. Вторая позиция будет с вами Нефрит. И третья позиция – Хризакола. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, в вашей любовной жизни вы влюбленные. Что это значит? Это значит, что, возможно, у вас есть какие-то отношения. А может быть, даже отношения с вашей второй половинкой. Но в любом случае энергетически вы связаны с каким-то человеком. И есть у вас к этому человеку чувства. У этого человека, скорее всего, тоже есть чувства к вам. Но вам интересно, а что покажут карты про того, кто в вас влюблен? Вам интересно узнать, а покажут ли карты только вашего любимого человека или еще кого-нибудь? Давайте же мы с вами узнаем. Итак, кто же в вас влюблен? Выкладываем несколько карт. Вот король жезлов, самая первая карта. Для женщины показывает влюбленного в нее мужчину. Возможно, знака огня или с асцендентом в огне. Это овен, стрелец или лев. Но также это горделивый, интересный такой персонаж, товарищ. Для мужчины карта показывает, что вы привлекательны для многих женщин. И у вас влюблены и не одна, и не две женщины. А многие хотели бы быть с вами. А вот и все эти женщины. Восьмерка жезлов для женщины показывает. Ей интересуются мужчины. Она привлекательна. И да, вы опять же под воздействием огня. То есть кто-то кидает в вас, какой-то мужчина огненный, свои огненные стрелы любви и влечения к вам. Для мужчины вот они, эти женщины, к этому королю выстроились. То есть прямо очень много дам смотрит на вас. Вот они все. Они все на вас ориентируются. И даже не вашей породы. И они знают, что вы лакомый кусочек. Да? Так, десятка кубков. Показывает кого-то, кто связан с вами браком, семьей или отношениями. А также у вас может быть бэйби, да? Бэйби. Или уже есть бэйби, или будет. И смотрите, вы сами чувствовали себя в отношениях. И человек, который с вами в отношениях, тоже любит вас, влюблен в вас. Следующая карта подвешенный. Карта показывает в этой колоде, в моей авторской колоде, я точно знаю, что показывает, то, что кто-то перед вами пытается показать себя с другой стороны, совершенно иначе. Кто-то пытается, чтобы вы заметили. Делает стойку на передних лапках. И мы видим здесь рыцаря Пентаклей. Это рыцарь Пентаклей. Если вы женщина, еще один мужчина, возможно, знака земли вам интересуется и пытается сделать все, для того, чтобы вы его заметили, и для того, чтобы вы обратили на него внимание. Знаки земли – это у нас телец, козерог или дева. Вы посмотрите, как же популярна у нас первая позиция. И вот каждый раз так. Когда у тебя к кому-то есть чувства, ты с кем-то связан отношениями, ты всем становишься нужен. Для женщины прям-таки трое мужчин, как минимум, обращают на нее внимание. Один из них – тот, которого любит она. Он влюблен в нее. Но еще двое мужчин страдают по ней. А вот если вы мужчина, то рыцарь Пентаклей показывает женщину с работы, которая уже как только стойку на передних лапках не сделала, чтобы вы ее заметили. Потому что, как вы знаете, и пажи, и рыцари могут обозначать как мужчин, так и женщин. Поэтому, мужчины, обратите внимание на женщину с работы или связанную с вами бизнесом, клиентка, может быть, сотрудница, кто на вас работает. Обратите внимание на эту женщинку. Она тоже перед вами на передних лапках пытается выкручивать. Она тоже в вас заинтересована. Или сделайте все для того, чтобы не изменять своей любимой. Ну тогда дайте понять этой женщине, что вы никогда не ответите ей взаимностью. А ведь вы такой заметный мужчина, такой популярный. Скорее всего, у вас есть просто харизма, яркость, привлекательность и деньги. Мужчина, состоявшийся, наиболее женщин привлекает, потому что они понимают, что от него можно родить ребенка, с ним можно создать семью, все будут под защитой. Конечно, у женщины просыпается инстинкт продолжения рода, продолжения своей жизни под опекой. Конечно, такие мужчины успешные больше привлекают, да. Ну и высокие, статные. Может быть, вы красавчик. Вот. Все зависит от того, кто смотрит, мужчина или женщина. Но в любом случае, персонаж вы довольно популярный. Вот такая у нас первая позиция получилась. А мы идем с вами дальше, к позиции номер два. Вы у нас Пас Жезлов сегодня в любви. Камень нефрит. Ну, кто вы? Вы кто-то веселый, да? Возможно, молодой человек или девушка, кто сейчас хочет развлекаться, радоваться жизни. Быть как можно симпатичнее, чтобы замечали окружающие люди, лица противоположного пола. И быть популярнее среди своих сверстников. Либо, если вы кто-то уже в достойном возрасте, от среднего возраста и выше, карта показывает, что у вас есть интерес или с кем-то познакомиться, или просто как-то разнообразить свою личную жизнь. А еще вы хотите с кем-то пообщаться, получить от кого-то новости или сообщения. И чем скорее, тем лучше. Ждете чего-то от кого-то, да? Накрасились, если вы женщина, девушка. Накрасились и ждете, когда вас на свидание позовут. Итак, кто в вас влюблен? Шут гороховый сначала в вас влюблен. Вот какой-то шут. Ну, шут – это веселый парень или девушка. Все зависит от того, кто вы. И человек такой, знаете, не сильно серьезный балагур, весельчак. Тот, кто может поговорить, пообщаться, вами интересуется, влюблен. Но вот готов ли этот человек к серьезным отношениям? Вот в чем вопрос. Дурачиться, бегать может. Видите, пятерка кубков показывает, что человек как будто бы смотрит на волны, да? На дворе непонятно, какая погода. И не знает, а что будет дальше. То есть никогда не знает, что ждет впереди. Человека может даже сейчас прямо унести в холодную воду, а он ничего с этим не сделает. Он куда-то полез не туда. И, конечно, это рисковый человек, у которого не все в жизни обустроено, не все устроено. Может, и денег не так много, но влюблен в вас. То есть вы привлекаете к себе такого человека, такого мужчину или такую женщину, не очень устроенного, обустроенного кого-то. Да, может, даже и без работы. Так, кто еще там есть у нас на горизонте? Шестерка кубков, человек из прошлого. Вы с этим человеком были в отношениях. И этот человек до сих пор в вас влюблен или влюблена и испытывает к вам большие чувства. Также тройка кубков показывает, что этот человек всегда ощущал себя с вами счастливым. И, возможно, позовет в скором будущем вас на какую-то встречу или на праздник. Такое вполне может быть. Так. И еще карта двойка мечей. Человек есть, который на вас совершенно не похож. Ваша какая-то противоположность. Возможно, вы с этим человеком ругались. И этот человек тоже испытывает к вам чувства. То есть и в этой позиции у нас вот как-то все к трем людям сводится. Кто обращает на вас внимание и кто испытывает до сих пор чувства или уже чувства. То есть мы понимаем, что между вами были ссоры, конфликты, противоположное мнение, несовместимость характеров. Но человек почему-то вспоминает, испытывает чувства, притяжения. Но я бы, знаете как, никому пока из этих людей на вашем месте не отдавала предпочтения. Почему? Потому что шут гороховый, безработный, с проблемами, кому бы сдался, пусть тогда думается и возьмется за голову. Человек из прошлого, если вы уже были связаны, но расстались, и даже если куда-то позовет, вам очень надо бы хорошо подумать. А человек противоположный, и с которым вы ругались, не факт, что вы еще раз не поругаетесь. То есть пока выбирать вам сложно, реально сложно, кого-то из этих людей. Присмотритесь, может быть вас полюбит в будущем еще кто-нибудь нормальный. Потому что что для парня, что для девушки, здесь сложный выбор. Сложная ситуация, где да, вы нравитесь многим, да, у вас многие влюблены, но это все неподходящие для вас варианты. Ну вот такой ответ по второй позиции. А мы идем с вами дальше, к позиции номер три. Кто вас любит? Хризакова. И это вы. Вы себя выбрали в виде умеренности. Замерзший кто-то в холодном лесу, хотя на дворе весна, да? Ну, может быть, вы смотрите в принципе в другое время года. Это видео актуально в любой момент, когда вы его открыли и нашли, и смотрите. Поэтому, а вдруг у вас зима сейчас, и вы примерзли где-то, да? А вдруг у вас еще не наступила весна? Карта показывает человека, у которого в личной жизни мало что происходит. Вы как будто бы тень незаметная, да? Вам кажется, что вас никто не видит, что никто не подходит, не общается, что вы в моменте воздержания. Нет особых отношений, либо есть какие-то бытовые, тихие, уставшие, ненужные, заброшенные отношения. Все происходит слишком медленно в вашей жизни, в вашей душе. Холод и зима. Но, с другой стороны, это момент исцеления, возможно, от прошлого. Умеренность всегда исцеляет. Это ваш ангел-хранитель, ангел-целитель, ангел-спаситель. И иногда такие моменты нужны, чтобы наша душа отдохнула от каких-то потрясений. Давайте посмотрим, кто вас любит, кто вас влюблен. Восьмерка мечей. Жрица. Этот человек прячется, сидит в засаде. Для мужчины это женщина, которая явно пожрится, верит в эзотерику, но сказать о своих чувствах она не решается и не решится, потому что и вы как-то спрятались. Для мужчины карты показывают, что женщина следит за ним где-то в социальных сетях, может даже под личиной кого-то другого. Для женщины же карты показывают, что мужчина следит за ней. Мужчина даже, может быть, общается с ней в социальных сетях под видом женщины, но признаться в своих чувствах не может по каким-то своим внутренним соображениям. Может быть, считает, что вы и не сможете принять его, этого мужчину, что он признается, если что, он вовсе не женщина, а мужчина в аккаунте. Да? Как же вы это простите? Никак. Хорошо. Смотрим дальше. Туз Жезлов. Здесь мы видим все-таки момент какого-то праздника. значит, вы с кем-то знакомились на неком празднике, и этому человеку вы запали в душу. Туз Жезлов. Яркий человек, возможно, огненный, овен, стрелец или лев, или просто яркая личность, испытывает к вам большое притяжение. Мужчина или женщина, это не важно. Вы где-то сталкивались именно на корпоративе, празднике, дискотеке, кафе, ресторан, развлекательное заведение, чья-то свадьба. Человек вас давно заметил и думает о вас постоянно. Следующая карта Десятка Жезлов. И Туз Кубков. Человек совершенно с вами различный. То есть, кто-то другой породы, как я называю. Это же Таро Мопсов. А тут у нас другая порода. Я так понимаю, померанский шпиц. Так вот, данный померанский шпиц не похож на Мопса. Мопсу и померанскому шпицу можно жить вместе, но им сложно продолжать, например, роду. И, понимаете, вот это может быть кто-то как иностранец, иностранка. Человек из другого края, из другой страны, с другим менталитетом, даже другого цвета кожи. То есть, кто-то издалека. Может, это приезжий человек, а может, и живёт в другой стране, но тоже испытывает к вам какие-то чувства, симпатии, притяжение. Туз Кубков показывает о том, что вы, вероятно, познакомились где-то. И человек думает о вас, но это не сказать, что это, что это, не сказать, что это прям настоящая любовь. Это можно сказать, что эти люди вас заметили, эти люди испытывают к вам большое влечение, симпатию, влюблённость. Но сказать, что это ещё пока, что это любовь, невозможно. вы же, может быть, даже не так близко знакомы с этими людьми. Всё зависит от вашей ситуации. А вот этот человек, который где-то прячется, как-то с вами общается под личиной другого человека, притворяется, вот этот человек может действительно вас любить, но, возможно, вы его оттолкнули по каким-то причинам или что-то между вами произошло. И, скорее всего, это даже взаимные чувства, но этому человеку сложно просто раскрыть перед вами карты. Вот так. Ну, вот такой интересный получился третий расклад. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»